Слово пасторе 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 Готовность Власть 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 к лучшему. И под этим я подразумеваю не только экономическое благосостояние, политическую стабильность, решение социальных вопросов, которые стоят на повестке дня и которые нужно решать, но в первую очередь изменение сознания современного человека. Ну а теперь позвольте я отвечу на вопросы, которые вы любезно направили, может быть по старой памяти в адрес передачи «Слово пастыря». Весьма сожалею, что теперь я не имею возможности регулярно, еженедельно отвечать на ваши вопросы, но очень рад читать их. Уже более двух тысяч лет сияет над миром Вифлеемский свет, и несмотря на то, что тьма внешняя все сгущается, он этот свет не гаснет. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, есть ли надежда у человечества, что восторжествует добро? Есть ли надежда у нашей страны не погибнуть? Что-нибудь положительное произошло, на ваш взгляд, в этом плане в последнее время? С глубоким уважением, Ирина Васильевна Груздева, Рязань. Спасибо вам, Ирина Васильевна, за этот вопрос. Он так перекликается с тем, что я сказал в связи с трагическими событиями конца минувшего года. Давайте порассуждаем о том, что вас беспокоит. Мне кажется, что сам факт существования рода человеческого является Божьим чудом и самым сильным доказательством того, что Бог есть. Потому что человек делает все для того, чтобы разрушить себя и окружающий мир. Голос страсти, голос инстинкта очень силен. И это не греховный голос, особенно если говорить об инстинкте. Этот голос вложен в нашу природу самим Богом. Для того, чтобы человек выживал, чтобы он продолжал свой род. Инстинкт помогает нам поддерживать наше здоровье, ограждать наше тело от влияния непогоды, заботиться о том, чтобы тело функционировало, чтобы продолжался род человеческий. Так живет и весь животный мир. Поэтому инстинктивное начало само по себе не является греховным. Оно вложено Богом в человеческую природу. Греховным это начало становится тогда, когда оно разрушает другое начало, также вложенное Богом. Нравственное начало. Человек от зверя и отличается тем, что он имеет, кроме инстинкта, нравственное начало. Способность отличать добро от зла. Способность жить по закону Божьему, то есть жить, управляя свои поступки идеей. Не голосом плоти, идеей. Вот тот факт, что сила инстинкта до сих пор не разрушила нравственное начало, для меня является Божьим чудом. Если в прошлом существовали системы, в том числе и религиозная система, которые сохраняли нравственные принципы в традиции, передавая эти традиционные ценности из поколения в поколение и таким образом влияя на воспитание человека, то в течение 20 века и первого десятилетия 21 делалось все и делается все для того, чтобы разрушить как саму способность передавать ценности из прошлого к настоящему, так и заглушить нравственный голос в человеке, заставить его жить по инстинкту. Я очень часто говорю о том, что самой страшной угрозой для человечества является построение цивилизации инстинкта. А посмотрите, что происходит. У человека разжигаются потребности, разжигаются страсти для того, чтобы стимулировать экономику. А развитая экономика, развивающаяся экономика, опять-таки результатами своими провоцирует дальнейшее развитие человеческого инстинкта. Получается замкнутый круг. Люди работают на создание цивилизации инстинкта. Кто-то может сказать, а что же делать? А ведь без этого человек не может. Он как бы предопределен к тому, чтобы развивать свои знания, технологии, совершенствовать окружающий мир. Да, совершенно верно. И все это становится не опасным, тогда, когда это уравновешивается сильным нравственным чувством, голосом совести, способностью жить по закону Божьему. Вот вы говорите о том, а что нас ждет, а что ждет, я бы сказал, весь род человеческий. А победим ли мы или победит зло? Это апокалиптический вопрос. И на него ответ очень простой. Если зла в мире станет больше, чем добра, мир погибнет. Это вопрос выживаемости человеческого рода. Потому что цивилизация инстинкта не жизнеспособна, как не жизнеспособны скорпионы в банке. Они убивают друг друга. Человеческое общество, управляемое только инстинктом, это не жизнеспособное общество. Некоторые говорят, ничего не поделать, мы как бы запрограммированы на это развитие. Это неправильно. Все то, что с нами происходит, происходит по наущению дьявола. И верующие люди должны помнить, что они находятся на переднем крае борьбы. Они должны совершать дела добра и милосердия. Они должны жить по закону Божьему, распространяя этот пример на весь мир. И если усилиями, как скромными усилиями церкви, так и всех людей, кто понимает суть того, что я сейчас говорю, будет сохраняться добро и хотя бы микроскопически увеличиваться, мы будем иметь будущее. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами, и да поможет Господь всем нам, умножая добро, сохранять род человеческий. Продолжение следует...